И всем привет, меня зовут Саша и сегодня есть моя влог. Сегодня 12 июня, 12.30 и сейчас мы с Офи поедем в Москву к нашей бабушке. Там переночуем, а 13 числа я поеду на экскурсию по многим городам, таким как Клин, Тверь, Торжок, посещу много музеев и эта экскурсия будет длиться 2 дня. Я думаю, что этот влог будет достаточно интересный, но сейчас я покажу вам, что же я возьму с собой в эту поездку. Кстати, туда я поеду с моей любимой подружкой Полиной, которая занималась со мной фигурным катанием в Москве до тех пор, пока я не ушла из этого катка и перешла в другой, переехала в город Коломну, Рожжи, в Москве занималась. Она очень хорошая и веселая человек, и скоро вы с ней познакомьтесь. Ну а с собой я беру одну кофту с длинным боковым, одну футболочку, носки, джинсы белые, джинсы синие, полотенце, концентрат Алоэ Вера, щетка, паста, расческа, камера с Сони, зарядка для телефона. Ну в общем, всякие подчиндалы для камеры, для телефона, там зарядка, наушники, ба-бала. Мой любимый блокнот, уничтожь меня, вот такие прикольненькие фломастеры. Ну и в принципе все, и наверное сейчас уже можно начинать. И не забудь про то, что нужно отправить в софи-видео. Мы уже выезжаем в Москву, мама купила нам мороженое. Итак, мы купили мне жвачки, шоколадки, конфетки, хлебушек, колбаску, платочки, салфеточки, яблочки, бананчики, сок, воду. Я готова выезжать. Мы едем с мамой к месту встречи, и оттуда мы поедем на автобусе, все долгожданное путешествие. Ах, война, что ты сделала подлая, стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили, и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. А сейчас мы едем на обед. Нас поселили в хороший санаторий. Мы уже поели, и сейчас идем на какую-то еще одну экскурсию. Обзорная экскурсия по городу Тверь. Торжок славится своими единственными и неповторимыми золотошвеями. Ниточка не пропускается через ткань, а крепится к ее поверхности поперечными шелковыми нитями. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы экономить нитку, которая дорого стоит, и для того, чтобы не прокалывать ткань много раз, чтобы не было дырочек. Вот таким вот старинным способом пользовались торжокские золотошвеи. Музей трех войн. Говорят, что если погладить по носу оленя и пробжать по мостику, то желание обязательно сбудется. Вы только посмотрите, сколько здесь замочков. А вы знаете, что когда-то в Петербурге мост провалился под тяжестью таких замков? Музей трех войн. За окном вы видите дворец Екатерины Второй. Музей трех войн. Изначально хотели возвести этот памятник в садку, но потом получилось так, что этот памятник Афанасию Никитину. Музей трех войн. Когда-то по этой дороге приезжала сама императрица. Музей трех войн. Музей трех войн. Памятник Ленину. Мы сейчас идем на ужин. Музей трех войн. Музей трех войн. Ужин у нас прошел успешно. Но мы не наелись и решили поесть еще. О, ты снимаешь? Да. Для ютуба? Да. Не надо. Откуда ты знаешь? Потому что я на тебя подписываюсь. Я на тебя подписываюсь. А почему ты врешь? Я не вру. А как же я записываюсь? Забыл? Я забыл. Я давно был подписываться. Я твой первый подписчик. Ты меня не помнишь? Я знаю эту. Катю Клэп. Да ладно. Я знаю Сашу Спилберг еще. Да ладно. Саши победный на танец. Саши победный на танец. Саши победный на танец. Саши победный на танец. Отдельно стоит на дороге. И из них отливают Первый валгайский колокольчик Аппарация 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 Алина очень ждет, пока я ее засниму Смотрите Аппарация Аппарация Аппарация